Сегодня день Черноморского флота. В его составе десятки современных боевых кораблей. Ракетоносцы, крейсеры, подводные лодки несут дежурство не только у российских рубежей, но и в Средиземном море, у берегов Сирии. И сейчас два российских корабля зашли в порт Тартус, чтобы пополнить запасы. Будни моряков, выполняющих свой долг вдали от родины, в репортаже Муслима Басханова. Учебная тревога. У экипажа меньше минуты, чтобы занять свои позиции. И отразить удары условного противника. Корабль Орехово-Зуева способен поражать цели в воздухе, на море и на суше. Это новейший малый ракетный корабль. Военно-морской флаг поднят меньше года назад. Прошел все испытания материальной части и комплекса вооружения. Экипаж подготовлен. И после этого корабль вышел на боевую службу здесь, у берегов Сирии. А для многоцелевого фрегата адмирал Григорович это уже пятый поход в Средиземное море. Оба корабля несут службу в составе Черноморского флота. Основные задачи здесь это обнаружение, сопровождение, выявление иностранных кораблей. А также демонстрация военно-морского флага в Средиземном море. Служба вдали от дома, от их берегов всегда проходит не так, как у причала. Военнослужащие всегда справляются с поставленной своей задачей. А чтобы было легче справляться, быт в Тартусе налажен на высоком, даже по граждански меркам уровне. Вот как выглядит пункт материально-технического обеспечения. Светло и чисто. Это 35 модулей, которые образуют единый комплекс. Здесь административные, бытовые и спальные помещения. Климат поддерживает 4 сплит-системы. Даже в жару 40 градусов климат в расположении очень хороший. Благословен Бог наш, всегда ныне пристанье, во веки веками. Храм святого праведного воина Федора Ушакова, особо почитаемого моряками, строили из российских материалов. В Сирию их везли морем. Частичка дома тоже в чужой стране находимся. С храмом все-таки чуть полегче. Чувствуется, что под защитой Бога. Каша рисово-рассыпчатая. Питание трехразовое. Выбрать есть из чего. Стараемся готовить вкусно, так же, как дома, чтобы личный состав не забывал о родной земле. Хлеб всегда свежий. Игут здесь же из российской муки. Именно таким простым способом мы проверяем готовность хлеба. То есть он поднимается у нас обратно. Значит, хлеб пропелся. В свободное время можно отдохнуть и перекусить в кафе. Печенье, пряники, лимонад и чай. В основном продукты питания в Тартус привозят из России. Часть сирийского производства. Есть своя небольшая пасека и огромный фруктовый сад. Военнослужащие с удовольствием ухаживают за деревьями. Площадь этого сада 2 гектара. Это более 1100 деревьев. Лимоны, мандарины, авокадо, апельсины. В среднем в год здесь собирают не менее 30 тонн урожая. Муслим Басханов, Игорь Крецков, Ярослав Зорин, Первый канал, Сирия, Тартус.